Ребят, всем привет! Сегодня у нас вскрытие и разбор гаражей. Наш первый гараж, типичная история, наследники получили наследство, но не могут найти ключи. Попросили нас вскрыть гараж и полностью его очистить для продажи. По вашему совету, мы решили попробовать, насколько реально и легко проникнуть в гараж через шиферную крышу. Ворота здесь стоят новые, пилить их не будем, поэтому залезем на крышу и постараемся проникнуть в гараж. Большой минус внутренних замков, если вы потеряли ключ, то надо пилить или петли, или разбирать крышу. Берем болгарку и залезаем на крышу. А вот мы и внутри. Резина. Резина и какой-то хлам. Сейчас откроем ворота и увидим наконец-то божий свет. Все уже заросло травой. Продолжение следует... Заходим, смотрим, что нам досталось Да, с заказчиками мы договорились Следующим образом Все вещи, которые мы здесь найдем Мы продаем и деньги делим 70 на 30 30% мы забираем себе В счет этого мы еще ремонтируем створ ворот Створ развалился И одна петля у нас закисла Возможно мы ее оживим Ее надо будет переварить Детский самокат Шкафчик С каким-то хламом Единственное, что здесь стоит хороший парфюм Хьюго Босс Хороший запах Слон пластиковый Путинка Давно уже, кстати, стоит Карельский бальзам запечатанный Золотая коллекция шампанское И водочка Открытая Но ей можно руки мыть После гаража DVD Хотя здесь не DVD Здесь видеомиктофон Sony А, и микрофон Документы Портфель Вот это, скорее всего, палатка Лыжной палки Самих лыж нет Классная бутылка Сетки в корзинке Под вино И внизу Какой-то хлам Который надо будет еще перебрать И посмотреть Ржавые гвозди Который поет в чермет Еще один самокат И кисточки Кисточки тоже можно куда-нибудь применить Коробка из-под катриджей О А здесь целая коллекция Аудиокассет Штунов? Да Пачка DSP Которая поедет на помойку Здесь у нас резина На литых дисках Шипованная на Volkswagen Вот это уже реальные деньги Если дождаться сезона И их продать Вот здесь еще один комплект Зимней резины В хорошем состоянии И здесь два колеса Летней резины Одно колесо не в масть Сейчас по-быстрому посмотрим Что здесь есть В пакетах, скорее всего, один хлам И будем расслаблять гараж Так как работать здесь неудобно Вот здесь на глазах Нам попался хвост от мотоцикла Стекло От мотоцикла И фара Очень в хорошем состоянии Практически новая В углу Под хламом Притаились Два Детских снегоката И это даже не Китай-Китай Это настоящие Советские Снегокаты Знаменитые Которые Столи кучу денег И, к сожалению, в то время Мои родители Мне такой позволить не могли Коврики На Мерседес Скорее всего 210 Но, возможно, по 24 Целый комплект Еще какие-то коврики Наверное, зимние Интересный чемодан Откроем Посмотрим Высоцкий Ежик Ева И какой-то Дональд Дак А может, это Скорее всего Каркуша Каркуша Точно А это Отрез на юбку Наверное, был Книги Кулинарии Детские книги И Шахматы Это Конь Пакет С советским Ковром Довольно-таки Красивые расцветки Винтажный Шкафчик Шкафчик должен был быть Вот так А в нем Желтый кролик Пакет С книгами Но Книги уже пропали Сюда Тепловода С крыши И они все Истлили Шашки Домино Обычный набор Восьмидесятых Годов Еще надо Лото будет найти Фужеры Выкидываем ДСП По рисунку ДСП Уже было понятно Что Это не российское Производство Вот такие Бензеля Фурнитура Итальянская Ребята Как вы знаете После работы Хочется отдохнуть И посмотреть футбол Тем более 22 августа Будет матч Манчисию Юнайтед И Ливерпуль Ставку будем делать В 1xbet Почему 1xbet Там самые высокие коэффициенты И быстрые выводы Кто так же хочет сделать ставку Ссылку на 1xbet Оставлю Прикреплен в комментарии Более того Вы можете получить бонус До 32500 рублей Вводя мой промокод Махинаторс Шарф Махеровый В Советском Союзе Это была Очень модная вещь Все их покупали Столь они очень дорого Даже у меня такой был И зимние вещи Вот здесь Мы нашли гантели 16kg Еще одна сумка На нее тепла вода И ее содержимое К сожалению Испорчено Посмотрим чемоданчик Есть Есть Опа Еще какие-то отрезы Отрезы Закидали целую машину мусора А в гараже еще мусор остался Наверное полмашины еще не кидаем Елки, слоны Детское кресло Думаем что с ним делать Так как его уже подрали Погрызли мыши Полки Вот эти можно куда-то применить А вот это уже разломать И выкинуть Вот эти полочки из Икеи Довольно-таки неплохие Решили посмотреть ковер На момент Моли И кошек Но он в идеальном состоянии Я вижу здесь слоны Какая-то кукуруза Женщины Обезьянки Не знаю как называется эта серия Но ковер Наверное-таки прикольный Потому что надо будет его почистить И попытаться продать Пакет с картинами Ели А может быть сосны Вкусная система Еще картины Обычно такие картины Сразу выкидывают Часы Икеевская поделка Новый запечатанный с ревиз Блюдечки И чашечки Еще производство Не скажу Не написано Утюг Вакуумный пакет Старый обогреватель Коробка С коробкой А в ней Целый сервиз Дулева О, какие цветы я Хрусталь Железный поднос Железный чайник С четками Или с браслетиком Может быть это даже цирконовый браслет Молочник Телефон Сережка С дельфином Надо будет посмотреть Но Похоже, что какая-то дешевая бижутерия Хотя что-то там проглядывается Возможно, она серебряная И В Крустальной вазочке Мы нашли нычку Из 90-х Ну, бутылочка, конечно, не из 90-х Но Раньше делали такие нычки Остатки Сантехники Будет тут надо посмотреть Прибрать Это латунь Советская корзинка В мешке что-то круглое Похоже на обои Да, я не ошибся Это обои Машинка парировочная Новая Пару Замков С ключами И Вот такой хороший Тесак Написано 1811-2001 МВД 190 лет Вот такой тесачок МВД России В ходе дальнейших раскопок Обнаружили Маленький диктофон Аккумуляторы Скорее всего От видеокамеры Но самое интересное Мы нашли в этом пакете Здесь аккумуляторы Прицел Вот это уже реальные деньги Охотничий Фонарь Наверное Я не охотник Могу Взбуждаться Взбуждаться Так Какие-то ПЖ Для чего Используется Не знаю Зипы Для очистки оружия Еще фонарик Набор Для очистки Охотничьего ружья А Ну значит Вот эти Ёршики Тоже Для очистки оружия Ножи Метательные Еще Большой фонарик Сухое Горючее Так И еще Тоже Набор Для очистки оружия Три петли оживили А вот четвертый Не получилось Два дня Ее замачивали Сделали отверстие Налили туда масло Даже ее Распилили Но Она так Не ожила Придется ее Отпилить И переварить Вот она Заводская сварка Пришлось Помочиться Чистая работа Новая петля Нормально работает С этим Все готово На полке Притаился В пыли Вот такой Увесистый Кусочек Латони А на задней Лапы От телевизора И советские Номера Какой-то Государственной Машины МО Скатали Очередной Пылесборник А вот здесь Мы обнаружили Чей-то домик Около крысиного Домика Нашли Комплект Шампуров И Маленький Мангальчик Раскладной Очистили Подняли И навели порядок Теперь гараж Закрываем И едем разбираться Следующий гараж Следующий гараж Под разбор Ремонт Гараж Неплохой Шикарные ворота Но есть маленькая проблема Створ Просел И воротину Вот эту Заклинило Открывается Одна створка Этим займемся В гараже Также присутствует Хлам Который нам надо будет Разобрать Ну и как всегда То что цены Оставить себе А то что не нужно Выкинуть Гараж немножко подтекает Вот это видно По крыше Но здесь дырка Здесь крыша Вообще уже сломалась Соответственно Вода подтекает И здесь вот мокрое пятно На полу у нас Полисборники Которые тоже надо Свернуть И безжалостно Выкинуть Много ненужного хлама Сразу На выброс Химия Для машины Старые лыжи Палки Какая-то туба Как я могу открыть Что-то странное О Открывается А здесь что-то Что-то прикольное А Так Я понял Это Фотообои Море И пальмы В 90-х годах Такие фотообои Были Довольно-таки Модные Саранск Зарядка Билет Аэрофлота Какой год Пока еще Не увидел Краснодар Москва Кассета Пакетик С непонятным Содержим А Здесь у нас Животное По названию Рокодила Смешный зонт Три Хлопака На Волгу Интересного Клана Практически Нету Зеркало Новое Патрон А Я думал Что это патрон А это Стаканчики Для опивона О Ребята И прикольные Стаканчики С Олимпиады 1980 года Фанта Кока-кола Это Раритет Три штуки И В хорошем состоянии На Авито Я видел Такие продаются По 300 По 500 Рублей Кто-то просит 1000 Ну конечно 1000 они не стоят Но можно оставить Для себя на память Может таки находили Табуретик Больше всего Нас интересует Не пивной ящик Конечно А вот этот Чемодан О Ребята Вот это Супер находка Чемодан С ярлыком Довольно таки Старый 1961 год И в нем Новые Джинсы Даже две пары Джинсы Скорее всего Детские Вот эти детские Точно Офигенного качества Так Пятерка Да Действительно Это новые Индийские Джинсы Вагуэра Зашли на Авито Посмотрели Джинсы для мальчика 1900 2500 Ну это джинсовая куртка Кто-то продает Джинсы Даже за 7000 28900 Но Это уже Реальные деньги И как я обратил внимание Здесь Джинсы Побольше И Джинсы Поменьше Ну Кто знает Кто пожил В 80-70-х годах Вещи брали На вырост И скорее всего Кто-то Из командировки Может быть Купил их в Москве Сразу купил ребенку Две пары На вырост Чтобы они лежали И потом их Мальчик доносил Еще в ящике Нашли газету Вечерняя Вечерняя Москва Извиняюсь 1977 год Давно Лежит газета Вместе с джинсами Начинаем собирать мусор Если что найдем Еще интересного Вам обязательно Включимся И покажем Нашли Чермет Раньше Это были Какие-то столики Или барные стойки И большую-большую Ложку Которую Копали Песок Видимо Практически Закидали Полную машину Флама Хотя казалось Мусора чуть-чуть Есть еще Пару топовых Находчик Нож Перочинный Советский Убитый Чермет А вот это Ребята Топчик Топчик Это закрывашки От машины С розами Те кто Занимается Восстановлением Копеек Оценят Люди гоняются За такими Так Сапоги Женские На манке Или на скале Еще назывались Финские Сложно было Купить Все время Домкратик Маленький Тесочки Или на тесочки Какие-то Зажимы Ремни Советские И На слух И Ставшие Уже Классикой Ковры Или Нориум В каждом Гораже Мне Трудно Понять Логику Вот этого Всего Действия Как раз Здесь Копится Вся пыль Грязь И влага Каркас Ворот Собрали На болтах И За время Своего Существования Свор Немножко Ушел С одной Стороны Мы уже Отпилили Уголок Подомкратили Верхнюю Балку И Подложили Сюда Уголок Который Отпилили Сейчас Все это Приварим И Ворота Будут Закрываться Нормально Еще Один Чистый Гараж Нашей Гаражной Жизни Ворота Раскачали Сделали Теперь они Нормально Открываются Приварили Петлю Теперь Здесь Будет Замок Последний Гараж На Вскрытие И Очистку Заходим Смотрим Наша задача В этом гараже Выкинуть Весь Хлам Ну а Нормальные Вещи Которые Можно продать Или сдать На чельмет Мы оставим Себе За работу Соответственно Мы ничего не берем Алюминиевый Корнец Ее можно сдать В алюминий Старая фанера Которую мы выбросим Дверь Железная Когда-то она была Нормальная Но Но я Скорее всего Сдадим В чермет Она Очень ржавая Приводить В порядок Ее Нет смысла Хотя От нее Здесь Еще Стоит Коробка Еще Лист фанеры Но он Уже Отраченный Листом Вот здесь Подпекала И фанера Уже Подгнила Детское Кресло Пробовали Сколько раз Продать Но они И продаются Сдиральная Машинка Скорее всего Рабочие Рабочие машинки Редко Когда Отправляют В гараж Без кюветы В общем Это Хлам Стеклопакет Довольно Таки большой Даже Это Не стеклопакет А оконная Рама В сборе А вот там На стеллаже На полочке Я видел Две форточки В принципе Тоже Можно Попробовать Это дело Продать Так Баллончики Надо будет Перебрать Что-то Оставим себе Вот например ВДшку Ее можно купить За 700 рублей А можно просто Найти в гараже Оооо Пошел жир Колодки Тормозные Наверное На жигуле Тиски Маленькие Рабочие Не сломанные Кастрюльки А вот эта полочка У нас Поинтереснее Алюминиевая Выкладка Еще какая-то Выкладка Еще Бронза Ключи Советские Разных Размеров Икра Но Икры здесь нет Легче Рассухариватель И какая-то Неведомая Хрень Резина Три Болона Компа Размер 185 65 R15 Ну На сезон Кататься Можно Да Это целый Комплект Четыре штуки Новая Канистра На 10 метров Шестереночкой Черметик Аккумулятор И Большие Мега Тиски Сбоку Они даже Похожи На какой-то Танк Тиски Скорее всего Рабочие Да Крутятся Домкраты Раз Два И еще Один Большой Тоже Мега Домкрат Не удивлюсь Если Они даже Рабочие И Большая Тяжелая Очень тяжелая Тила Может быть Даже Фуганка Какой-то Здесь Здесь Стоит Пильный Диск Но В принципе Вот этот Агрегат Можно еще Использовать Как Фуганок Но Чего-то Здесь Не хватает И Приблуда Для Сварки Лыжи Тиса Правда Без Палок Да Без Палок И ключи Наверное От Хаты В Сочи Выкидываем Весь Мусор Очищаем Гараж Грузим Чермет И Едем Дальше Следующий День Сегодня У нас Уже Были Подработки И Заодно Мы Решили Вывести Весь Чермет С Этого Гаража В Довесок Чермет У Который Уже Был В машине Мы Докидаем Остаток С Гаража На Полке Нашли Поднос Вернее Я уже Потом Увидел Что Это Поднос По Вот Этим Цветам Которые Здесь Нарисованы Видно Что Он Здесь Очень Давно Лежал Ценности Он Никакой Особо Не Представляет Тем Более Он Весь Ржавый И Гнутый Подъезжаем К приемке Сейчас Наступит Момент Истины Цена Цена Сейчас 16 50 Немножко Поднялась И Сдавать Червец Сейчас Довольно Таки Интересно Довольно Довольно Субтитры сделал DimaTorzok Итоги нашей сдачи 8250 рублей Чермет издали 450 килограмм по 17 рублей Было еще немножко алюмишки, латуни и медяшки Наш бегемот начинает зарабатывать нам деньги Как он нам достался и зачем мы его купили, вы узнаете чуть позже Долго не могли разобраться с щитком, но наконец-то его починили Раньше он не работал Вытянули весь мусор на мини порядок Смахнули всю паутину и гараж готов Ребята, помните, в прошлых видео я рассказывал про стратегию заработка на онлайн игре? Так вот, скоро эту стратегию, наверное, прикроют Так как очень много людей стали на ней зарабатывать Так что, кто еще не заработал, спешите Нажимайте на этот ролик и смотрите внимательно и до конца И начинайте зарабатывать по 10 тысяч рублей каждый день Всем пока, до новых встреч!